Приветствую вас! Для начала я бы хотел высказать несколько предположений относительно вашего текста в целом. Вот. А потом, наверное, я пройдусь по самому тексту, дам в комментарии, вот, чтобы ничего не упустить, и после отвечу на ваш вопрос, который вы задаете. Вообще, странная история получается. Вы вроде бы психолог, вроде бы психолог со стажем, но при этом бросите совет у психолога. По идее, даже не значит, что психологи советов не дают. По идее. Вы вроде бы психолог, но психологи занимаетесь явно не для, не потому что это ваше призвание, но потому что вы ушли из нее. Предположим, не все могут быть практикующими психологами, но можно быть ученым, психологом. Предположим, не все могут публично выступать, но можно писать статьи, можно писать книги, можно писать учебники. Понимаете, форма, это будет вторично. Сейчас банальные вещи говорю. Форма вторична. Первичный это то, к чему вы стремитесь. У меня нет ощущения, что психология для вас является ценностью именно в себе. У меня есть такое ощущение, что психология для вас это как бы, ну как средство что ли, для реализации чего-то. Например, своих ожиданий внутренних, которые у вас есть и были есть. Знаете? Могу ли я ошибаться? Да, скорее всего. Могу ошибаться. Так мне показалось. Вы вроде психолог, но говорите, что сомневаетесь в возможности психологии решить проблемы, которые лежат глубоко. Опираясь на что? На что вы опираетесь? Опираетесь вы исключительно только на свой опыт. То есть вот у меня опыт был такой, мне не помогло. Да? И все. И я думаю, я считаю, что психология не может решить глобальных проблем. То есть, есть тут некая обида, есть тут некое разочарование в психологии. Как-то вот сомнительным мне представляется идея успешной практики с таким подходом и с таким отношением к науке в целом и к себе в частности. Дальше. Заикание. Вообще, если опять же вы психолог, то знаете, что заикание это психологическая защита. То есть, я заикаюсь, потому что подсознательно боюсь сказать что то или иное. То есть, вы же понимаете, что заикание это не физиологическая болезнь. Это значит не физиология. Заикание это психология. Если человек заикается, значит в детстве ему говорили замолчай, заткнись, перестань. Успешно с этим работает именно транзактный анализ. Психоанализ тоже успешно с этим работал. С снятием проблем. Заикание. Вот. Тут только не понятно, занимались ли вы транзактным анализом и имеете ли вы представление о нем. Вы представление наверное имеете скорее всего, а вот работали ли вы в этом направлении. Это не совсем понятно. Понимаете? То есть, тут вот насчет заикания, да, история такая. Дальше. Молодой начинающий специалист. Такая у вас была внешняя форма, такой у вас был образ. Молодой начинающий специалист. Подающий надежды. Вы знаете, а, ммм, вот на моей практике, а, именно те, кто являются молодыми, начинающими, подающими надежды специалистами, они в большей степени оказываются в неприятном для себя положении, в большей степени они оказываются в плачевном для себя состоянии. Почему? А, потому что, престижный вуз. Да? Вот. Увышение квалификации, постоянное. Возраст. Создают ожидания. Если человек поступает в престижный вуз, значит у него, он подает надежды. Ожидание, это всегда история про других людей, потому что вы подаете надежды кому-то другому, не себе. А что нравится вам? Что интересно вам? Чем вы хотите заниматься? Почему вы пошли на психолога учиться? Ради чего? Для чего? Да. Мне показалось, что история, ваша история, да вот, история публичных выступлений, там и так далее. Это все, как бы, компенсация. Это компенсация того, что вы заикает. Это ни в коем случае не что-то самобытное, хотя безусловно вам может быть и интересно, может быть и интересно то что вы делаете, но это ни в коем случае не выглядит у вас чем-то самобыт. То есть в психологию вы уже пришлите. Вот именно, да, в психологию вы пришли, будучи, ну, заикающимся. Вот. И... Заниматься психологией вы начали, в том числе и для того, чтобы преодолеть заикание. Что-то так не работает. Давайте. То есть вы, на мой взгляд, если вас на момент обучения волновала проблема заикации, вы совершили ошибку. Вы изучали психологию для того, чтобы... ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что если бы это было не так, да, если бы это было не так, то вы бы в любом случае остались бы психологом, в любом случае бы этим занимались. Но вас волнуется проблема реализации, а известно всем, что занятие любимым делом, ориентация на процесс, это и есть реализация. Понимаете? Это и есть реализация. Итак, значит, вы пишете, я закончил прийти в него по специальности, по специальности психология, преподаватель психологии, с 2000 года работал в психологических центрах. Так, ну это понятно. Так, постоянно повышал свою квалификацию по направлениям психотерапии, консультирования, челюстно-ориентированной терапии. Ну, здорово, замечательно. Только как это все соотносилось и соотносится с тем, что вы заикаете? Вы пишете, что это всегда было и остается моей болью. Понимаете, в чем проблема? Это боль. Для вас это что-то плохое. Для вас это что-то негативное. Вы говорите, что вот со стороны, значит, это не понять, а то, что это ужасный труд, это ужасные испытания. Вот. Нет, Андрей, это просто жалость к себе. Это просто жалость к себе и оправдание. То, что вы написали, вот то, что вы написали, вот сейчас скажу, да. Вот. Вы пишете, что это постоянная тревога, изматывающий страх, перетекает знак на общение. На элементальные акты коммуникации приходится спрятать огромное количество сил. Это все рационализация. Вы по сути рационализируете. Вы рационализируете свое неуверенное в себе. Вы рационализируете свой страх перед другими людьми. Перед общением, да, у вас есть страх общения. Вы боитесь именно говорить. Вы боитесь говорить. Говорить. То есть заикание, это просто страх коммуникации. Вот. Почему? Потому что, в первую очередь, это стыд. Вы стыдитесь себя. Вы стыдитесь чего-то в себе. Да? Вот. Итак. Тот факт, что заикание было и остается вашей болью, по сути, сводит на нет всю вашу психологическую деятельность. Потому что, это довольно серьезная история. Это довольно важная история. И, с такой проблемой заниматься, заниматься психологией адекватно. Вы, естественно, не могли. Ну, потому что вы не принимаете себя, да, вы негармонично лечите личность. Ну, и, соответственно, это привело к негативу. Итак. Правильными со своими психологией я делал попытки вылечиться. Ну, а нельзя вылечиться. Потому что заикание, это не болезнь. Это не болезнь. Проходил в чистое логопедические методики. Что вообще-то странно, учитывая, что в психологии давно четкое определение заикания. Включаю к себе я речевую работу, многочисленные речевые тренировки, публичные выступления. Знаете, хотя, думаю, что вы уже поняли по моему голосу и по моей речи, что она у меня не идеальна. И, вы знаете, меня это устраивает. Меня это устраивает, я не хочу ничего менять, потому что это мне помогает. То есть заикание, которое у меня тоже бывает. Вместе с шепелявостью, чистотой, привистостью и так далее, помогает мне в работе. Как? С клиентами. Если ко мне приходят клиенты, это люди, которые хотят работать. Если меня отлучают, это люди, которые хотят решить проблему. Если же человек выходит на этапе знакомства с моим голосом, да, то это не мой клиент. То есть я понимаю, что вы скажете, вот, значит, ну, ты-то можешь говорить, а я, у меня заикание, да, то есть как бы я говорю и постоянно запинаюсь. А почему? Потому что ориентированы вы не на дело. Я не знаю, для чего вы осваивали психологию, я не знаю, зачем вам психология, я не знаю, с какой целью вы ею занимаетесь, занимаетесь, я не знаю. Но я знаю одно совершенно точно, я знаю одно совершенно точно, что в психологии сам процесс работы, вот именно процесс, вам как таковой, скорее всего, скорее всего, неинтересно. И общение с людьми, и преподавание. Несмотря на то, что вы все так достаточно, ну, описываете подробно, вам точно неинтересно. Проходил, вот видите, так, значит, серьезно работал в качестве клиента в русле нескольких психотерапевтических направлениях. НЛП, семейная расстановка по Хиллингеру. Разоправление дал около пяти лет, сам проводил расстановку арт-терапии, разнообразные тренинги для выработки навыков, тренинги, аратовского мастерства и т.д. Я сегодня пережилец, скажу мне, что психотерапия была моей страстью. Опять же, страстью. Страсть это что? Вспоминаем. Вспоминаем психологию. Вспоминаем психологию. Что такое страсть? Как это проявляется? В плане изучения попыток, в плане изучения, в плане попыток измениться самому и в плане помощи другим людям. Это не работает так. Смотрите, это так не работает. Нельзя совмещать эти вещи. Нельзя хотеть помочь себе и помочь другим. Помогать себе отдельно, помогать другим отдельно. Смотрите, нельзя. Если вы в одном русле хотите помочь себе и помочь другим, сперва помогите себе, потом помогите другим. Вы, наверное, знакомы с таким понятием, как субъективное восприятие. Я сталкивался с подобным феноменом, и вы, наверное, тоже сталкивались с подобным феноменом, когда, допустим, ну, к примеру, к примеру, клиент приходит к вам на консультацию, да, и он очень много вещей знал. Проискали их клиент, именно клиент, очень много вещей он знает, очень много вещей он понимал сам. Вот клиент изучал что-то, клиент исследовал что-то, клиент в курсе чего-то там. Легко с таким клиентом работать? Конечно нет. С таким клиентом не то-то легко работать. С таким клиентом ужасно, ужасно и тяжело работать с таким клиентом. И вы тем, что одновременно изучали психологию и в то же время занимали психотерапию сами, ну, по факту попали в порочный круг. Не все попадают, но шанс попасть туда легче. Так, значит, были взлеты падения, опыт открытия преодоления, за это время попробовал сам работать в разных направлениях. Вот именно. То есть постоянно у вас попытки работать в разных направлениях. Постоянные попытки работать в разных направлениях. При этом, при этом, при этом, ни одному направлению вы не отдали. Ну, препятствия, препятствия, ни одному. Вы ничего не сделали для того, чтобы именно утвердиться в чем-то. А почему так? Из-за чего так? А потому что работали вы? Не для... Ну, не для работы. А работали вы? Да... Получение... Ну... Рецепты избавления от заиказа. Дальше. Значит, как я уже писал, я много делал попыток излечиться от него, но тут в хорне не видно, потому что заикание – это не заболевание. Когда я серьёзно занимался логопедическими методами, оно немного ступало. Нет, ну вы серьёзно, будучи психологом, считаете, что заикание это чисто логопедия? В какой-то момент я на него трудился преподавать в институт. Ну да, понятно. Заикание, да, у вас выход. Вы пытаетесь, но хотите побороть его значит, значит, клин-клин, клин-клином. Короче, вы выбить его хотите. Ну, да, примеров много, примеров очень много того, как это работает, примеров очень много тому, как люди избавляются от, ну, от данных проблем, это правда, но это всё настолько индивидуально, что ориентироваться на данную историю, мне кажется, совершенно не имеет никакого практического смысла. Почему вы это сделали? Для меня загадка. Возможно, вам так вот и не очень хочется погружаться в себя всё-таки. Возможно, есть ещё какие-то барьеры и защиты. Так, изначально целью было огончательное преодоление страха выступления и заикания. Вот, нельзя, знаете, нельзя заниматься делом, преодолевая страх. Вы либо преодолевая страх, выступая, да, но это не является целью преподавания, либо вы преподаете. Знаете, тут опять, да, использование профессиональной деятельности для решения, как бы, своих проблем. Ну, так не работает. Слишком много мотивации, слишком большая мотивация, точно. Однако, в ходе работы я понял, что само преподавание, как опыт, было интересным и неплохо получалось. Сейчас пишу это и удивляет, как всё продолжается там 7 лет. В ходе века не наступало в практических занятиях, оно возвращалось. Оно возвращалось из своей позиции при прекращении занятий, а это наступало неизбежно. Невозможно же интенсивно заниматься всё время. Надо когда-то просто жить, решать бытовые, семейные вопросы, работу. Но опять же, спорный вопрос. То есть нет, жить, конечно, надо. Это безусловно. Но простите, можно и работать только преподавателем. Да, будете получать меньше, но работать будет умно. Другое дело, что заикание здесь не увеличивается, потому что корень проблемы остаётся. Ваша неуверенность в себе, страх перед общением, да, и, соответственно, защитная реакция. Заика нет, и есть защита. Так что все это какой-то очень поверхностный подход, на самом деле. У меня были разные периоды в моей преподавательской деятельности. Были лекции, которые я проводил практически без запинок. Были и тяжёлые периоды, когда приходилось от меня занятие из-за речи, извиняться председентами. Благодарствует ко мне в целом позитив. Так. Ну, во-первых, можете ли вы сказать, как у вас эти периоды появлялись? По какой причине в один период вы могли занятия проводить? В другой период нет. Вот что-то же, наверное, менялось, что-то же, наверное, происходило. Было же тут просто какие-то тяжёлые периоды. Были лекции, которые я проводил практически без запинок. Никакого анализа, никакого представления о том, почему так происходило. Или вы хотите сказать, что это абсолютно случайно? Нет, нет, нет. Ещё раз. Нет, никакой случайной встречи в принципе не идёт. Здесь. Вы пишите. В итоге я не решил ни одной по остальным цели. Так, а цели-то у вас не было? У вас не было цели. У вас не было цели рабочей. У вас была цель увеличившего двигания. Всё. Да, помимо, параллельно с этим вы чем-то занимались. Но цель всегда была эта. Вылечить заикание. А поскольку заикание не болезнь, а вы пытались его вылечить. Что-то оно не увеличивалось. И всё. Оттуда неудачь. Плюс ожидать. Ожидание завышенное. В пристыне 7 лет страх перед выступлением не уменьшался. Ну а с чего бы ему уменьшаться? Откуда вот вы взяли, что он будет уменьшаться. Приходилось почти-ка тратить сильно большие преодоления. А также тяжёлые периоды. Их было тоже немало. Я тратил много... Опять же. Тяжёлые периоды. Что значит тяжёлый период? Как это понимать? Как понимать, что период периода меня тяжёлый? Ну правда. Вам бреть. Я тратил столько эмоциональных, энергетических сил на преодоление, что, например, одна лекция в субботу выматывала и выбивала меня из колеи до конца выходных, до конца понедельника на основную работу. И вы хотите сказать, что не видите вот в этом, вот в том, что какая-то лекция выбивала вас из колеи и была выматывающая. Вы не видите в этом ничего психологичного? Вы хотите сказать, что это просто тяжёлый период и всё? В общем, решил уволиться и никогда не поджинял об этом решении. Возможно, это и правильная позиция, если рассматривать заикание как объективный фактор. Возможно. Но вы же не можете рассматривать заикание как объективный фактор. Примерно в это же время моя психологическая деятельность также изживала себя. Она не может себя изживать, если человек занимается психологией по причине того, что она ему интересна. Я понял, что хорошим психологом быть не могу, а кто? Кто определяет, какой психолог хороший или плохой? Кто это определяет? Или вы определяете хорошим или плохого психолога по его успешности? От успешности мало что зависит. Успешными людьми становятся далеко не все. Но это не означает, что сам психолог по себе плохой или хороший. Вы пишите, не могу, средненьким побыл, не скажите, что это приносит много удовлетворения. Что значит средненьким? Что это вообще значит средненьким психологом? О каком удовлетворении вы говорите? Если вам нравится психология, вы этим занимаетесь просто чисто ради процесса. Куда вы ведете, туда вы ведете. Не все люди становятся успешными мировыми известными личностями. Или, может быть, вы хотите чего-то другого. Но если вы хотите быть именно хорошим психологом, то получается, что вы хотите славы, признания и так далее. Но психологией люди занимаются не для этого. И уж точно нельзя заниматься профессиональной деятельностью ради этих целей. Нельзя. Об этом пишут все, просто все, все абсолютно. Почитайте Ницше, Шопенгауэра, Штейнеку. К примеру. Ну это просто из самого банального, если не... Ну сейчас просто не... Как бы не раскрываю эту тему, да? Сложилась ситуация, что я переключился на административный деятель. Ну тут опять же, да, вот по сути, постоянно какой-то бег, постоянно какие-то поиски, постоянно бег от себя. Получается 15 лет, я живу в рамках конструкции, я молодой специалист, да, у меня проблемы, я ее решаю, надеюсь решить, я пока попробую вот это. Правильно, это временная позиция. Временная позиция. Вы ничему не уделяли 100% внимания. Вот. Реши вы проблему заикания свою в начале и после. Займись вы какой-либо деятельностью, неважно какой, что было бы нормально. Но этого не делали. Почему не делали? Интересный вопрос. Так, специалист не молодел, проблема не решалась, я бегал по верхам в социальном плане. Ну, все правильно, не наращивал профессиональную маску и все ходил в образе молодого начинающего. Классическая история, когда вы не являетесь хозяином своей жизни. Классическая история, когда человек сам своей жизнью, своими силами не управляет. Так, многие люди, даже психологи не работающие в этом направлении. В каком? В каком направлении? Нет, ну вот серьезно, Андрей, в каком направлении не работают психологи? В направлении заикания? Нет. Я знаю, что такое заикание, я знаю, от чего оно появляется. Только устроит ли вас это знание? Ведь вы, мне показалось, склонны усложнять свою проблему. Вон, как вы ее описываете. Это постоянная тревога, изматывающий страх почти перед каждым актом общения, которое приходится стоически преодолевать, сильное усталость от общения, постоянные навязчивые, изматывающие мысли, страхи. Но связано ли это с заиканием? Нет. Нет. Заикание здесь ни при чем. Страх предобщения – это неуверенность в себе и стыд. Работали ли вы с этим? Если работали, и у вас ничего не получилось, значит работали неправильно. Но мне почему-то кажется, что занимались вы заиканием симптоматическим. Что-то вот психотерапия, она бывает такая. Симптоматическая и карнивал. Симптомами вы занимались. А корнем весна, я сомневался. Но я не вижу, по крайней мере. Вот тут уже происходит, знаете как, и возведение выдал, то есть, человеку свою болезнь, да, возводит в какое-то, знаете, полуразумное существо. Заикание коварно – нет. Нет, Андрей, не заикание коварно. У вас разное, разное состояние. У вас разные эмоции. Вы по-разному себя чувствуете. От этого зависит заикание. Нет, конечно, проще, проще считать, что заикание коварно, и проще считать, что оно может то усиливаться, то ослабевать. Без вообще вашего участия. Но нет. Нет. Что говорил Сократ? Что говорил Сократ? Вот, почитайте. Почитайте. Что говорил Сократ? В диалоге, как же его диалог назывался, Хадрим или Хадрик. Подобыл. Ну, можете посмотреть Сократ в диалоге, и там вы найдете диалог по названию Хадрик. Ну, начинается на букву Хадрик. Вот. Посмотрите, что говорил Сократ. А вы тут пишите о том, что заикание, оно само по себе не работает так. Ведь мой опыт оказался полезным интернетом, но не решила основную проблему. Хотя и другие сферы немного поменялось благодаря психотерапевтике. А он и не может решить ваши проблемы. Потому что вам нужно работать в качестве клиента. Знаете, ну, вы, вы обучались психологии, обучались психологии в институте. Да? Вот. Заикаясь уже. Кстати, а как вы обучились? Вы же смогли обучиться? Смогли экзамены сдать? Смогли диплом защитить? И все. После того, как вы выучились, вы уже не смогли быть клиентом. Вы такой умненький клиент. Который работает по профессиональным, так сказать, шаблонам. Я могу ошибаться? Я могу ошибаться? Я тоже, как и все эти 20 лет, испытываю постоянную тревогу во время речи. Страх, навязчивое состояние. Это кто-нибудь, конечно, заплывается. Правильно? С этим и нужно работать. Вот. Что-то с ужасом понимаю, что я остался без профессии психолога. А психолог. А почему с ужасом? Вам эта профессия не нужна. Она никогда вам была не нужна, она не нужна сейчас. Да, вы потеряли возможность подтверждаться, вы потеряли возможность подтверждать свою значимость, вы потеряли возможность реализовываться. Но психология вам не нужна. Несмотря на весь опыт корочки, я не могу работать по специальности. Громадный опыт личной терапии. Что-то и дело, что громадный опыт терапии, это еще одна проблема. То есть, если психолог занимается личной терапией, и некоторые люди, если занимаются личной терапией, они превращают это в терапию ради терапии. Убернул врачебные игры, в играх. Игры с психотерапевтом, что-моему, или врачебные игры. Там это очень подробно. Да, и выдохся, постоянно бороться с обыденным эмоциональным допингом. Ну, правильно, тяжело. Вот, очень постоянно себя преодолевает. Если раньше я подогревал себя, мысляю, что вот немного поработаю, до чего свои проблемы с речью, и наконец-то вернусь с помощью другим на нормальном уровне. Ну, вот нормальный уровень. Что вы хороший психолог, то вы средненький психолог, то нормальный уровень. Понимаете, псцена-катаценка идет. Псцена-катаценка. Это что такое? Это ригидные установки, ригидные шаблоны мышления. Космные шаблоны мышления. Которые в гешталтерапии называются интроэктом. В психоанализе. Оно, а транзактном анализе, голосом критикующего родителя, или обвиняющего родителя. Вот. Нет никакого нормального уровня. У каждого есть свой уровень. Но вы почему-то своему уровню выследовать не хотите. Почему? Потому что. Потому что. Стыд. Стыд. Это важная ключевая проблема. Вот. Известно, что стыда. Да, я не говорю. Ааа. Значит. Там. Известно, что заиканет. Нет. Известно, что стыда. Вы пишите, что, значит, я хочу посмотреть на ситуацию под другим углом. Правда в том, что вы все время, вы все время смотрите на нее под другим углом. Все время. Всю свою жизнь. Ну, к чему это привело. Видео, вы можете видеть. Вы ничем не смогли нормально заниматься. Не сможете вы ничем нормально заниматься и дальше. Потому что заикание для нас, это комплекс. Это именно комплекс. Это механизм, который он делает. которые запускают у вас чувство стыда в себе и непринятие в себя. И что бы вы ни делали, вы всегда будете думать, все время будут мысли. Типа, вот, я могу делать это на нормальном уровне, если бы не заикание. Это касается всего. Ну, мой опыт говорит о том, что даже гипноз не позволяет человеку избавиться от проблемы. Ну, просто вот перестать обращать на нее внимание. Поэтому то, что вы сейчас пишете, ну, я не знаю, для психолога как-то не серьезно. Для взрослого человека сорока лет не серьезно тоже. Что-то вы имеете огромный опыт клиентской работы, ничего не значит. Абсолютно. Можно иметь опыт личной практики, психотерапевтический опыт можно иметь. Опыт клиентской работы не значит ничего. Почему? А потому, что все зависит не только от вас, но и от психолога, с которым вы работаете. От доверия между вами и так далее. От восприятия вами, его, ну, психолога в смысле. От того, как общение складывается между вас. У меня был один товарищ, который запросил у меня адвокат в ак. Если вы работаете по вот такому же принципу, то я не удивлен, что у вас ничего не получается. Так, дальше. Вдобавок, если бы человек слоняется, то психология не может скорректировать все проблемы, имеющие глубины, глубинные корни. Может. Фотовар не смогло. Может, просто вы не работаете так, как надо. Психология может. Так, для меня, для меня здесь важно не продолжать копаться в себе, а строить жизнь без надежды, которая уже сколько раз не оправдалась, еще чуть-чуть поработаю и решу проблему. В том-то и дело, изначально цель работы была неверной. Цель работы – решить проблему. Это не может быть целью. Цель работы – узнать себя, раскрыть себя, перестать стыдиться. Знаете? Быть свободным. Вот цель. А там дальше, может быть, заикание станет меньше. Может быть, она не изменится, но вам, смотря на него, плевать. Ваша основная проблема в том, что вы работая, постоянно отслеживали. Остало у меня меньше заикания. Остало ли оно у меня меньше, и нет. Это так не работает. Я не удивлен, что у вас не получилось решить проблему. Цель, цель и полагание у вас критически неверно. Критически. Что это касается жизни без надежды. Но, с одной стороны, это не личного смысла. Но, с другой стороны, это потрясающий пример того, как разумную мысль в плане психотерапии, ну, в плане психотерапевтического отношения, взяли и исказили до неузнаваемости. Наверняка, наверняка вы слышали такую идею, что психотерапевт должен лишить своего клиента на детство. Убить в нем на детство. И это правда. Это то, что мы делаем. Но, убить на детство только в то, что не имеет смысла. Например, вам нужно убить на детство. На детство на детство вы чуть-чуть поработаете и решите проблему. Эта на детство не сбудется никогда. Почему? В силу самого наличия на детство. Пока есть на детство, вы что-то делаете. Если надежда, если вы сделаете это, надежды не будет. Вы и делать перестанете. Для вас это мотиватор. Очень сильный мотиватор. То есть одно здесь полностью исключает другое. Наличие одного полностью исключает другое. Вот как бы и думайте насчет надежды. А с другой стороны, человек, живущий без надежды, представляет довольно-таки ощутимую опасность для своих близких. Сейчас они чувствуют его с надеждой. Негативно влияет на своих родных. На тех, кто живет с ним. Та же ситуация с разными способами коррекции трагов, тревог. Изучено, проведено, поэкспериментированно. Да, сработает, наработает частично и временно. И временно. Слушайте, ну... Я не знаю, что вы делали, но я могу сказать точно, что изучено и проведено... Это не разно не показательное... Чего-то того, что вы сделали, что вы сделали верно. Изучено и проведено, это что такое? Это все изучено и проведено. Это делать нужно. Это свое поведение нужно менять. Это отношение к себе нужно менять. Отношение к себе на постоянной основе меняется. Все на этом изучено, проведено, экспериментировано. Вы, Андрей, простите, о чем вы вообще говорите? Это что, материал? Материал какой-то, который изучили, прошли и все нормально? Нет. Нет. Если у вас есть страх, тревоги и так далее, значит у вас неверное отношение к себе, искаженное. Если его поменять, это произойдет раз и навсегда. В районе этого, если оно поменяется. И тогда это будет работать постоянно. То, что вы делали, это, видимо, было, ну, я не знаю, это, видимо, было чисто на интеллектуальном уровне. То есть, без работы с чувствами, например. Так, дальше. Хотелось бы получить ваше мнение, может быть, совет, может быть, информация, может быть, подмышление о том, что мне, да, о том, что можно дальше делать на этой ситуации в плане профессиональной реализации. Книги пишите. Понятно, что я только могу найти свой путь, но все же я в тупике. Книги. Книги, статьи, работы. Пишите. Пишите. Меня волнует такой вопрос. Может ли человек заиканием полноценно реализоваться в социуме? Да может, конечно. Социуму плевать, если вы приносите ему пользу. Социуму плевать, что вы там заикаете, там хромой вы, там, не знаю, однорукий, одноногий, вообще без ног, без рук. Социуму плевать. Если вы делаете свое дело, если от вас неспользуются, социуму плевать. Он даже не заметит этого. Например, я не видел ни одного заикающего, с которым можно вызвать успешного человека. Правильно, так сказать, все избавляются от заикания. Ну, то есть, все, кто достиг успеха, в процессе, в процессе занятия своим делом, они избавляются от заикания, потому что занятие успешным делом, это означает выход из невроза. А вы никогда в своем делом не занимались, поэтому у вас заикание присутствует, и поэтому вы успеха не добились. Успешный человек, в принципе, заикаться не будет, поэтому не видел. Пример, пожалуйста, Гуф. Гуф. Рэпер. Так, навскидку. Да, не Брюс Уиллес, да, не Юдашкин, там, не кто-то еще, Гуф. Успешный человек, сейчас, не заикает, абсолютно. Еще раз, вы не увидите ни одного успешного человека, ну, за редким исключением, который бы заикался, именно заикался бы. Потому что действуют те моменты, о которых я сказал. Так, ну здесь вообще-вообще куда-то-куда-то пошли, вот. Не то, причем здесь Брюс Уиллес. Насколько уместно для психолога заикание? Неуместно. Для психолога заикание неуместно. Ну, по крайней мере, от большого. Потому что это нарушает психологическую связь с клиентом. В теории, если вы заикаетесь, и если вы хотите быть психологом, то вам нужно подобрать для себя идеальную форму консультирования. Чтобы трудностей не было, работать у вас. Но что вы будете делать, если проблема похожая будет у клиента? Еще раз, вы же себя полностью не принимаете. Тут дело не в заикании. Вы себя полностью принять не можете, Андрей. И не имея возможности полностью себя принять, вы не сможете принять клиента полностью. Значит, не сможете ему помочь. Так, я пока не могу решить, стоит ли возвращаться в психологию, но одним из соображений уйти было именно заикание. Кстати, об этом решении я тоже никогда не поделил. Так противоречия, если вы не пошутели о решении уйти, и ушли, вы потому-то заикались, то на чем основана ваша нерешительность по поводу возвращения в психологию, что изменилось, по сути? Или вы хотите еще раз убедиться в том, что вы не успеете еще раз побить себя, вам нравится причинять себе страдания? Я полагаю. Кстати, очень многие люди, кто заикают, они являются мазохистами. Помимо постоянной тревоги и необходимости физического преодоления спазмов, есть и просто комплекс. Если ты не можешь уйти свои проблемы, как думаешь, что ты самому другим? Все верно, только почему вы раньше об этом не думали, когда начинали учиться на психолога, когда начинали консультировать. Вот здорово, но мне нет ощущения, что вы говорите искренне, нет ощущения, что вы пишете, как бы, я верю, что заикание для вас это комплекс, но это и есть комплекс, понимаете? Тревога, спазм, это и есть проявление комплекса. А вот видите, это разделяет. Понятно, что психолог додит человеку, у него есть нерешенные проблемы, но это уж как-то сильно выпирает в плане указания на состоятельных специалистов. Ах, Андрей, ну, в этом, я вам так скажу, заикание может стать проблемой при, ну, при консультировании, но заикание никак не говорит о несостоятельных специалистов. Ну, просто потому, что интеллектуальные способности, как бы, далеки-далеки от физического проявления. Понимаете? Вот, вы меня простите, что я так смеюсь, но просто это смешно. Смешно, то, что вы пишете. Особенно это смешно слышать от очень такого опытного, взрослого специалиста. Вот, который имеет большой опыт, который, как вы говорите, много всего изучил, много всего прошел. Вот, странно это слышит. Очень странно. Можно добавить, что в практике психолога важна хотя бы средняя степень уверенности, чтобы его слова звучали спокойно, но сжали доверие. Заикание делает речь рваной, и одно это делает ее неуверенными. Как, Андрей? Как рваность речи влияет на неуверенность? Как? Скажите мне, пожалуйста. Ну, как? Ну, вот я говорю, что-то у меня перехватило дыхание. Сделало это мою речь менее уверенно? Нет. Вы заикнулись, вы застопорились. Сделало это ваша речь менее уверенно? Нет. То, что вы заикнулись, потому что о чем-то подумали и почувствовали себя как-то иначе? Это да. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Заикание – это признак неуверенности в себе. Это страх. Вот ответ на ваш вопрос. Вы сами интерпретировали. Вы сами интерпретировали заикание как неуверенность, хотя бы для другого человека заикание и неуверенность – абсолютно разные вещи. То есть, вот, логическая цепочка, да, здесь ваша, она не выдерживает никакой критики. То есть, дело не только в нереченных проблемах практикующего психолога, но и в том, что речь важна как инструментарий для работы, которые я не могу использовать. Ну, я, я с вами согласен. Я с вами согласен. Вы можете либо выбрать те аспекты работы, где вы не заикаетесь, и работать только там, где у вас заика не меньше всего. Либо вы можете вообще не использовать речи, как я уже говорил, а заниматься научной деятельностью. Либо вы можете работать здесь, например, на ресурсе, и через текст работать, через текст общаться. Никаких проблем не будет. Либо вы все-таки возьмете и отбросите в сторону все свои знания о психологии и доверите специалисту всем, чтобы не избавиться от заиказни. Еще раз повторю, цели такое ставить не надо. А именно, именно, рассмотреть ваш страх перед общением, стыд, непринятие себя и прочее. Ну, это все. Семья и ребенок, пишите вы. Ну, для кого-то это играет роль. Для вас это абсолютно никакой роли не играет. То есть, полноты картины мне, например, это не добавило. Ну, в том смысле, что семья и ребенок, хорошо, а какая семья? Какой ребенок? Какие отношения в семье? Какие отношения с ребенком у вас? Понимаете? То есть, вот так вот во всем, да? То есть, вроде бы, дали какую-то информацию, но не помню. Вроде что-то сделали, но не до конца вложили. Понимаете? Что это такая вот независимая, что она постоянно присутствует. И не спешно, что заикание именно индикатор всего этого. Одновременно индикатор и в то же время корень. В то же время это шаблон. То есть, вы начинаете что-то говорить и вы не заканчиваете. Начинаете что-то делать и не заканчиваете. Понимаете? Является ли тогда заикание проблемой самой по себе? Нет. Не является. Заикание вообще никогда проблемой самой по себе не является. Заикание это симптом всего лишь. Ну, как бы верить мне или нет это уже вам решат. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...